В эфире День ТВ. Я ведущий Денис Коптарь, в студии Анатолий Вассерман. Здравствуйте. Наша передача тематически связана с недавно завершившимися и выложенными уже в интернет дебатами у нас в студии между Савельевым Андреем Николаевичем и Олегом Царевым по поводу будущего мира. Царев утверждал, что будущее мира – социализм, а господин Савельев выступал против этого категорически, говорил, что нет, говорил, что это величайшая несправедливость, и таких тенденций нет. Мы продолжаем эту тему, в общем-то, с теми же вопросами обращаемся к господину Вассерману. Я тоже задам ему по ходу дела некоторые вопросы, которые не вошли в эфир дебатов. Здравствуйте еще раз. Ну что же, аргументация Царева была следующая. В принципе, сходная с тем, что вы говорили неоднократно в своих интервью, что человечество развивается технически по пути все большего улучшения счетных способностей компьютеров. С этой точки зрения появляется все больше возможности наконец-то рассчитать точный план, то, с чем советская экономика не очень успешно справлялась. И вообще он отмечал тенденции на все большее и большее планирование уже в нынешней капиталистической экономике, все большую роль государства. Что скажете по поводу этого? С моей точки зрения, по мере развития компьютерного планирования, роль государства будет сокращаться. Сокращаться вот почему. Массовое производство – это все-таки не самоцель, это средство удовлетворения человеческих потребностей. Так вот, во-первых, чем дальше, тем больше у нас возможностей быстро и точно учитывать эти потребности, например, через механизмы заказов по интернету. А во-вторых, что самое главное, уже сейчас понятно, что целеполагание алгоритмизуемо. В переводе с математического языка на человеческий это означает. Мы можем, в принципе, разработать компьютерную программу, которая будет анализировать разнообразные информационные потоки, генерируемые всеми людьми без исключения. И на основе всей этой информации определять, какая цель в данный момент наилучшая для всего человечества. И, соответственно, именно приближение к этой цели и будет задачей планирования. То есть мы будем выбирать из всех возможных вариантов плана тот, что в наибольшей степени приближает нас к этой цели. Понятно, по мере нашего развития сама цель будет меняться. И, соответственно, каждый новый план будет учитывать вот эти изменения. Но в каждый данный момент мы будем знать, какая цель наилучшая для всего человечества. А теперь вспомним, чего мы, собственно, ждем от государства. Мы ждем от него не только планирования, но как раз определения цели, к которой должно двигаться общество. Ну, понятно, в условиях чистого рынка мы вообще не можем говорить о какой-то единой цели, поскольку тогда каждый тянет одеяло на себя. И именно поэтому государство противопоставляется рынку. Так вот, есть теоретическая возможность добиться, чтобы цель определялась с учетом и текущих интересов, и представлений об отдаленном будущем всех людей. И тогда государство как источник цели будет просто не нужно. Но, правда, тут должен с огорчением сказать, что пока мы только знаем, что можно построить такую программу, но еще нет даже той математической основы, на которой она может строиться. Создание такой основы – это дело достаточно серьезного и разностороннего исследования. То есть должны совместно участвовать в разработке представителей нескольких очень разных наук, от психологии до математики. Вообще, для того, чтобы правильно распорядиться теми возможностями, что откроются перед нами уже через несколько лет, по самым свежим расчетам, примерно во второй половине 20-х годов, чтобы воспользоваться всеми этими возможностями, нужны исследования, которые займут приблизительно 5-6 лет. И для этих исследований понадобятся специалисты такого качества и в таком количестве, что на их работу уйдет 15-20 миллионов долларов. Ну, говорю в долларах, потому что доллар, конечно, тоже падает, но все-таки в среднем он стабильнее рубля. — Анатолий Александрович, вопросы здесь не технические. Допустим, с техникой разобрались. Это ладно, это-то ладно. В конце концов, если в космос летает, то и программу, может быть, и можно построить. Хотя здесь споры тоже есть. Многие говорят, что человек – это не машина, а компьютер – это машина. И в несовпадении двух принципиальных инструментов и объектов исследования кроются большие проблемы. Ну, да ладно, извините, по этому поводу тоже сразу замечу. Да, конечно, человек – не машина, и его поведение предсказать сложно. Но, во-первых, поведение больших коллективов людей предсказать значительно легче, чем отдельных людей. А во-вторых, почему я говорил про вторую половину 20-х годов? Потому что к этому времени в мире накопится вычислительная мощность, позволяющая проделывать все необходимые расчеты для планирования и управления менее чем за сутки. А это значит, что мы заставим производство оперативно реагировать на любые изменения, в том числе и на изменения предпочтений людей. Поэтому нам совершенно не обязательно надолго предсказывать поведение людей, если мы можем оперативно его отслеживать и на него реагировать. Но что касается других возражений, они, насколько я знаю, в основном сводятся к тому, что мы не можем вообще узнать даже текущие предпочтения людей. Ну, это, допустим, мы, чтобы долго это не повторять, потому что вы в ряде публикаций, в интервью это говорили, это любой человек может посмотреть. Хотелось бы, чтобы наш эфир отличался от других, поэтому я задавать буду вопросы иные. То, что вы говорите, это некий дополнительный инструмент, который позволит предприятию более оптимизировать, более оптимально расходовать свои ресурсы. Кто бы с этим спорил? Да и, в общем-то, уже это есть прецеденты. В конце концов, мы сейчас не на глазок все-таки решаем, сколько у нас должно быть сырья и как вообще производить. Это все понятно, это все хорошо, то есть это фактически дополнительный станок появляется, такая программа, это дополнительный станок. Но станок это всегда инструмент в чьих-то руках, а социализм это ведь не просто оптимизация работы заводов или предприятий, это целая система социальная. А вот тут могу вам сказать то, что недавно написал в одной из своих статей для бизнес-журнала. А именно, что логика, ориентированная на производство, ориентированная на то, чтобы, если обнаруживается дефицит в чем-то, то покрывать этот дефицит не ростом цены, а ростом производства, эта логика неизбежно приводит к социализму. В статье я это иллюстрировал опытом работы Форда, вроде бы эталонного по нашим понятиям капитализма и эталонного, то есть капиталиста и эталонного по американским понятиям социалиста. Он очень даже эталонный для антиутопий, потому что помните в чудном новом мире, как они говорят, у них бог Форд. Помню. Да. Ну так вот. Тоже социализм. Дело в том, что сам Форд добивался на своих заводах принципиально иной организации производства, нежели та, что описано в «Дивном новом мире». «Дивный новый мир» – это замечательная сатира. А по-моему, это хорошее предсказание. Но она не имеет ничего общего с Фордом. От Форда там взятая идея, как покасательная и связанная с тем, что вы говорите, ну как в зачатке, как некая алгоритмизация, как конвейеризация. Вот что имеется в виду-то. Они же не считали, что Форд заложил им все основы, они считали, что это был первый пророк, который указал путь, а дальше они сами. Как показывает опыт множества религий, они в конечном счете всегда уходят на путь прямо противоположный указанному первым пророку. Как бы то ни было, мы сейчас не про религию, в данном случае мы пойдем к следующему вопросу. В этом чудном новом мире все упиралось именно в то, кто дает общее целеполагание. Понятно. Так вот, как я уже сказал, новый социализм будет качественно отличаться от всех предыдущих видов общественного устройства именно тем, что в нем не будет отдельного лица или отдельной группы людей, определяющих цель для всех остальных. Это будет общество определять, все вместе. А правильно ли это? Хорошо ли это? Вот вопрос. Он такой не совсем философский. Если, допустим, в школе... Ну, представьте, я и метафору, позвольте, я вас перебил. Метафора, она... Ну, вы не будете цепляться, потому что все метафоры условные. Ну, кстати, что в школе путем большинства голосов будет определяться школьная программа. Ну, что это? Куда это годится? Это, естественно, не годится никуда. Но человечество – это все-таки не только школьники. Да, вы правы. Человечество – это в том числе и люди с большим жизненным опытом, и люди с большими знаниями. И, кроме того, значительная часть сведений, необходимых для целеполагания, порождается косвенным путем. Ну, например, для целеполагания оказываются очень важным источником информации фантастические романы. Да, это странно звучит. Нет, почему? Это футурология. Это не просто футурология. По тому, на какие романы, больший спрос, можно определить, что общество на подсознательном уровне полагает для себя полезным. А, хорошо, понятно. И вот таких вот косвенных источников информации для целеполагания на самом деле очень много. То есть, естественно, есть тут и сведения точных наук. Грубо говоря, понятно, что если мы будем определять меню для школьников на основе их предпочтений, то там будет в лучшем случае... Мороженые конфеты. Да. Но есть и сведения точных наук, указывающие, что добавить к мороженому и конфетам, чтобы дети укрепляли здоровье. Смотрите, Анатолий Александрович, тем самым вы сказали, что вес вот этого некого другого фактора окажется более весомен, чем все потребности всех остальных. Нет. Почему? Ну, мы сейчас по метафору идем. В школе ведь не только, вот вы сказали, не только школьники. В школе, кстати, тоже не только школьники. Есть учителя, есть зауч, есть физрук, есть директор. Но большинство школьники, если они дадут свои запросы, в массе, по идее, машина должна слушать их. Но мы поняли, что так нельзя. Значит, мы добавляем фактор, как вы говорите, дополнительных наук, да? Этот фактор будет сильнее, раз меню в итоге сделано не так, как хотят школьники, а совсем иначе. Да, естественно, в том же целеполагании участвуют информационные потоки, генерируемые всеми людьми, в том числе и учеными. Коэффициенты доверия, как правило, уточняются по мере накопления опыта. Это по мере гуляния по, знаете, даже не по граблям, а по углям. Просто у нас уже есть достаточно обширный исторический опыт, позволяющий оценить эти коэффициенты доверия и изначально назначить их таким образом, чтобы значительных изменений в дальнейшем уже не было. Причем, опять-таки, не субъективно назначить, а на основе объективного анализа человеческого опыта. То есть мы же не с нуля начинаем всю эту историю. Мы начинаем именно со всего прошлого опыта. И этот прошлый опыт позволит нам с самого начала создать, если не абсолютно точную систему, то, по крайней мере, систему, не нуждающуюся в коренных переломах, а нуждающуюся только в мелкой подстройке. Хорошо, если так, вы очень оптимистичны. Но я вот смотрю, опять же, зная историю, вот вы говорите, знаем мы историю. Вот постоянно мы говорим сейчас, это частая тема нашей программы, это вот угроза Майдана в России. Ну сколько можно уже смотреть на то, что Майданы проваливаются? Казалось бы, уже можно сделать вывод, как вы говорите, что это тупик. Тем не менее, всегда находятся люди, которые думают, что вот они-то сделают нормально. Опыт не только последних 20 лет. Опыт французской революции, их много. Опыт других революций показывает, что нельзя идти по этому пути. А идут и идут, и находятся деньги, и находятся организации. И каждый раз эти люди, я не говорю злонамеренных, обычных, рядовых, что называется, уверены, что вот им-то все получится нормально. Я боюсь, что вот эта система, о которой вы говорите, которая сразу распространяется на все общество, или даже постепенно, там и цена ошибки велика. Цена ошибки там действительно очень велика. Но, по счастью, эту систему мы можем довольно долго отлаживать параллельно с повседневной жизнью. Да, мы можем какое-то время просто смотреть на рекомендации, выдаваемые системой, и сравнивать их с реальным ходом событий. Ну, это такой советник, я думаю, любой правитель будет только рад такому советнику, но не такому хозяину. И никто не захочет, как мне кажется, из элиты отдавать свою власть, власть вот этой машине. Вот использовать для своих целей, это замечательно. Фокус в том, что использовать ее для своих целей технически невозможно. Почему? Ну, именно потому, что в конечном счете она опирается на всех сразу. А что касается элиты, тут есть одна тонкость. Во-первых, исторический опыт показал, что большая часть тех, кто был в верхних слоях старого общества, остается в верхних слоях нового общества при даже самых больших революционных потрясениях. И чем меньше в элите тех, кто хочет активно сопротивляться, тем больше шансов, что практически вся элита уцелеет. Это правда. И, кроме того, опять-таки, уже установлено на теоретическом уровне, что при переходе вот к этой системе всеобщего планирования есть техническая возможность дать каждому, кто вследствие изменения структуры общества что-то потеряет. Компенсацию. Не просто компенсацию, а нечто, что его заинтересует больше, чем то, что он теряет. А вот тут уже в зависимости от того, что вам нужно. Например, те, кто идет в бизнес ради осуществления своих творческих идей, получат возможность осуществлять эти идеи значительно быстрее и с меньшим риском. Те, кто хотел просто благополучия, получат это благополучие с полной гарантией, что уже никакие кризисы им не угрожают и так далее. Полный список мотиваций и к бизнесу, и к управленческой деятельности, конечно, достаточно велик. И этот список еще в процессе составления. Но уже сейчас ясно, что по любому пункту этого списка возможны хорошие замены. Поэтому людей, всерьез сопротивляющихся такому изменению, будет очень мало. Почему я говорю, что эту машину может элита использовать в своих целях? Я могу конкретный пример привести. Эта машина хорошо выявляет потребности человека. Зная потребности, можно лучше этим обществом манипулировать, направлять в свою сторону и так далее. Можно даже совсем на профанном уровне, если сказать, внести от себя небольшой поправочный коэффициент в систему. И она будет давать неправильный прогноз. Это если враги влезут в нее. Тут много моментов тонкостей. Во-первых, как показывает мировой опыт программирования, в программу, написанную в режиме открытых исходных текстов, заложить перекос в чью-нибудь пользу невозможно. Просто потому, что будет множество желающих проверить любой кусочек программы и убедиться, что там нет перекоса. Пока они будут проверять. Нет, так тут же дело в том, что только когда эта программа будет написана и проверена, она сможет работать. А что касается знания потребностей, так это знание будет доступно всем. И, соответственно, уже люди будут не манипулировать потребностями, а ориентироваться на них в своей дальнейшей деятельности. Очень странно, как из этого вытекает. Ну хорошо, допустим, все все знают. Ну и что? У людей разные властные полномочия. Реализовать свои знания одни могут, а другие нет. Дело в том, что властных полномочий применительно вот к этой системе планирования и управления в принципе ни у кого не может быть по самому ее построению. Ну да, тогда получается, что нынешняя и вообще любая политическая элита потеряет власть. Нет. Власть будет у общества. Смотря что, смотря что считать властью, она сохранит в определенной степени власть над умами. В том смысле, что сейчас для политиков убеждение избирателей в том, что данный политик предлагает избирателям оптимальный вариант будущего, это задача эпизодическая. Она возникает раз в несколько лет перед выборами. А в новом обществе именно эта задача станет для политиков основной. Они будут постоянно убеждать граждан в том, что предлагаемые ими варианты оптимальны. И, соответственно, все та же система целеполагания будет учитывать мнения граждан, создаваемые с учетом предложений политиков. Да, но это очень вероятностная модель. Это другая власть, но это в какой-то мере продолжение того, что политики делают и сейчас. В этом смысле для них изменится не так уж много. В этом смысле для них появляются широчайшие дополнительные возможности, с чего я и начал. Ну что же, это решать зрителям, насколько вы убедительно сказали, звучит красиво. По крайней мере, звучит красиво. Ну, могу сказать, что самый свежий сборник моих статей на эту тему вышел в ноябре 2016 года под названием «Чем капитализм хуже социализма». Предыдущее издание выходило в мае 2014-го под названием «Чем социализм лучше капитализма», но новое очень сильно дополнено и доработано. И там, в частности, есть приложение «Институт организационных проблем переходного периода», где вкратце описано, какие именно исследования необходимо провести и почему. Ну, а я, конечно, продолжаю работать на эту тему. И главное, надеюсь, что найдется какая-нибудь организация, способная провести все перечисленные исследования. И, имея на руках уже достаточно надежные научные рекомендации, мы будем четко знать, что нам делать, когда вот эти вычислительные возможности накопятся. Накопятся-то они в любом случае, поскольку создаются не для задачи планирования, а для совершенно других задач, и возможность планирования – это побочный эффект. Но понятно, что когда эта возможность появится, ею в любом случае воспользуются, и надо только знать, как воспользоваться ею наилучшим образом. Ну, по ходу дела вспомнилась еще одна антиутопия – это «мы». И если чудный новый мир, я бы с удовольствием в нем пожил, но в «мы» не хотелось бы. А дело в том, что антиутопия «мы» – это как раз возможность развития при крайне ограниченном производстве и почти нулевых возможностях планирования производства. То есть, если бы кто-то действительно попытался создавать идеальный коммунизм при тех производственных возможностях, которые были в Советском Союзе сразу после гражданской войны, действительно получилось бы нечто подобное. Именно поэтому тогда и не стали строить коммунизм, а пошли по несколько иным путям. То есть, эта антиутопия для своего времени была вполне адекватна, но сейчас мы располагаем качественно иными возможностями и производства, и планирования, и управления. И поэтому нам не грозит ни мы, ни дивный новый мир. Ну что же, это было мнение Анатолия Вайсермана. Я ведущий, Денис Каптарь. Спасибо за мнение. Анатолия Вайсермана